В Петербурге, в Центральном научно-исследовательском институте Прометей, проводят исследования по разработке материалов с уникальным сочетанием свойств пластичность, лёгкость и прочность. Здесь же учёные занимаются экспертизой новых изделий, используя современное диагностическое оборудование. Институт знаменит созданием брони для танков Т-34, обшивок для подводных лодок и ледоколов. Многолетний опыт и знания учёных направлены на создание сверхпрочных материалов для морских буровых установок, способных функционировать в экстремальных условиях. Ведётся разработка высокопрочной стали для труб большого диаметра, необходимых для строительства протяжённых магистральных газопроводов и нефтепроводов. Известно, что аварии на трубопроводе – это не только утечка нефти или газа, это реальная угроза экологической катастрофы. Причина таких аварий – коррозии и перепады давления. Из трещины на нефтепроводе длиной всего 10 и шириной 2 сантиметра в сутки может вытечь до 100 тонн нефти. Избежать или хотя бы во много раз сократить вероятность повреждения трубопроводного транспорта позволят новейшие разработки института. Здесь проводится испытание труб на прочность. Подаётся вода под большим давлением. И давление поднимается до тех пор, пока не произойдёт разрушение. И вот мы видим раскрытие трещины порядка двух метров. При таких испытаниях импортные трубы дают трещину до 30 метров. То есть, сами понимаете, прочность материала увеличилась в 5 раз, исходя из того, что, как мы говорили с вами, что мы получили наноструктурированные материалы с элементами. Наноструктурированный материал – это обычный металл или полимер с нанесённым на его поверхность специальным покрытием. Например, алюминий – лёгкий пластичный материал. Если его структуру преобразовать наночастицами, он приобретёт новые свойства, станет более прочным и твёрдым, пригодным для изготовления деталей двигателей и приспособленным выдерживать высокие температуры. Это установка микроплазменного напыления. На основу, из которой сделана деталь, можно напылять другие вещества – оксиды, нитриты и карбиды. Проще говоря, элементы, которые и придадут материалу особые свойства. Сейчас произойдёт подача порошка. Далее мы включаем робота, который будет сканировать поверхность. Результат – создан новый материал, обладающий не только высокой твёрдостью и прочностью, но и способный сохранять свои характеристики в самых экстремальных условиях. Атомные ледоколы не должны бояться полярных льдов. Подводные лодки должны быть устойчивыми к коррозии. Трубы для магистральных нефти и газопроводов, идущие по дну моря, обязаны выдерживать не только повышенные нагрузки, но и не подвергаться разрушительному действию морской воды. Решить подобные задачи под силу только наноструктурированным материалам. Процесс создания изделий из таких материалов совсем не похож на традиционное производство. Производство этой турбинной лопатки займёт где-то в районе месяца плитьём. У нас, в принципе, можно сделать за короткое время в два раза где-то быстрее. И экономически это будет очень много времени. Плюс это безотходное производство, в принципе, порошок, который остаётся после деталей, он обратно загружается в камеру и опять-таки... Дальше используется. Да, продолжается. То есть экологически чистое и безотходное производство. В этой камере нужное изделие буквально выращивается из наноматериала, слой за слоем. Модель не имеет швов, стыков или склеек. Так решаются сразу две задачи. Получить изделие с заданными известными свойствами и снизить трудозатраты на его производство. С помощью лазера слой за слоем спекает нанопорошки. И в результате чего выращивается модель. Модель может быть как из полимеров, то есть из пластмасса, так и из металла. Вот данная модель, вот на примере мы можем увидеть, вся крутится полностью, является полностью целиковой. Наноструктурированные материалы – одна из важнейших целей нанотехнологии. Учёные, основываясь на самых современных исследованиях и разработках, уже сегодня создают материалы с уникальными характеристиками и свойствами. Субтитры создавал DimaTorzok